Здравствуйте, меня зовут Валерий Баранов Темой сегодняшнего нашего занятия будут парикмахерские ножницы Мы поговорим на тему того, как правильно и грамотно подойти к выбору этого инструмента Как выбрать ножницы? Такой вопрос часто возникает у парикмахеров Причем не только у начинающих, но и у опытных мастеров Ведь модели профессиональных ножниц очень разнообразны И при их выборе очень легко растеряться Поэтому подходить к выбору этого инструмента стоит более чем тщательно и без спешки Не стоит идти за покупкой ножниц, не имея необходимых знаний Это не та вещь, которая берется на скоков На что же вам следует обратить внимание при выборе ножниц? Первое, на удобство и комфорт И второе, на функциональность Удобство и комфорт очень важная составляющая Давайте разберем ее Существует ряд основных форм парикмахерских ножниц Это прямые классические и эргономичные Ножницы классической формы Характеризуются тем, что они симметричны То есть, если мысленно провести через кольца винт и полов на линию То получатся две одинаковые зеркальные половинки Ножницы эргономичной формы Они, как вы видите, асимметричны Разработаны с учетом анатомических особенностей строения руки и кисти человека Такие ножницы легко и удобно ложатся в руку Что обеспечивает удобство и комфорт в работе Выбор формы ножниц зависит только от ваших предпочтений При этом, не лишним будет, если вы обратите внимание на диаметр колец Он должен идеально подходить под толщину Либо узость ваших пальцев Пальцы должны свободно входить в кольца Но при этом не должны в них проваливаться Обратите также внимание на размер ножниц Размер указывается в дюймах У коротких он составляет 4,5 дюйма У длинных 8 и более Самым популярным является средний размер 5,5 дюйма Если вы начинающий мастер И плохо себе представляете то, для чего нужны короткие и длинные ножницы То рекомендую вам именно этот размер 5,5 дюйма Функциональность Давайте разберем и эту составляющую При выборе ножниц Обратите внимание на форму полотен И вид заточки Заточка бывает стандартная классическая Либо японская конвекс Первый вид заточки Это стандартная классическая Или обычная заточка Это плоская поверхность заточки Под углом плюс-минус 50 градусов На вид полотна таких ножниц Как правило имеют плоскую форму Режущие кромки таких ножниц Бывают гладкими Либо с микронасечками Что предотвращает скольжение волос вдоль лезвия Такими ножницами очень удобно делать четкие и прямые срезы А также работать при выполнении четких оконтовочных работ Но неудобно работать в технике слайсинг Делать скользящие срезы А вот ножницы без микронасечек на кромках полотен Являются универсальными И позволяют выполнять технику скользящего среза Второй вид заточки Это японская заточка конвекс Это выпуклая поверхность заточки Под углом доходящим до плюс-минус 30 градусов Сама режущая кромка слегка закруглена А внешняя поверхность полотен с такой заточкой Отличается более выпуклыми и плавными формами Это очень острое лезвие Оно позволяет делать легкий и мягкий срез Подходит для всех техник стрижек Если сравнить классическую заточку И заточку конвекс То конвекс выигрывает по Остроте лезвий Мягкости хода полотен И сроку службы И так вы определились с моделью ножниц И уже готовы оплатить их стоимость Не спешите Прежде Стоит их внимательно осмотреть Проверить на наличие дефектов И остроту режущих кромок А для этого Раскройте ваши ножницы И посмотрите на внутреннюю поверхность полотен И режущую кромку Сделать это можно под разными углами На них не должно быть царапин И заусенец Теперь проверьте остроту режущих кромок Но прежде Проверьте плавность хода И затяжку полотен Как это сделать Я вам сейчас покажу Берем ножницы Вертикально кончиками вверх Держа за одно из колец Кольцо второго полотна Поднимаем на 90 градусов И опускаем Правильное сопряжение Это когда Полотна сомкнутся Но у самых кончиков Чуть-чуть Не закроются до конца В случае если полотна Полностью сомкнулись Либо сомкнулись наполовину То Стоит произвести Затяжку Либо расслабление Винтового соединения Сделать это можно При помощи Специального ключа Который всегда идет В комплекте с ножницами Если же такой ключ Не прилагается В комплекте с вашими ножницами То попросите продавца Предоставить вам Подобный ключ И вот только теперь Проверяем Остроту Режущих кром Причем Делать это следует Как Всем полотном Так и Каждой его частью По отдельности Особое внимание Уделяя кончикам Так как Это самая ранимая И самая Уязвимая часть Этого инструмента Для этого Берем небольшую прядь волос Раскрываем ее Веером И производим Срезы Волосы кстати Можно заменить Кусочком Распушеной ваты Но В нашем случае Это будут волосы Итак Производим срез Всем полотном А теперь Каждой его частью По отдельности Проверяем кончики Все в порядке В случае с филировочными Ножницами Срезы делаются По тому же принципу Что и прямыми С одной лишь разницей Каждый раз При срезе Следует делать Протяжку Проверяя тем самым Ножницы На так называемые Закусы То есть Зацепы За волосы Их быть Не должно Если тест пройден И не просто пройден А пройден успешно То спешу вас поздравить С приобретением Самого главного Инструмента В нашей профессии Парикмахерские Ножницы Наслаждайтесь Работой Этого инструмента Но Не забывайте Правильно за ним Ухаживать Правильный уход Во много раз Продлит Срок его службы А теперь Давайте поговорим О том Как правильно Ухаживать за ножницами Во-первых Парикмахерскими ножницами Можно резать Только волосы Никаких бумажечек Ниточек И тому подобных вещей Только Волосы Во-вторых Избегайте Механических воздействий Ударов И падения Вашего инструмента В-третьих Храните ваши ножницы В специальном чехле В-четвертых Следите за ножницами Смазывайте Смазывайте их Регулярно Ведь масло Вытесняет Продукты Трения И мельчайшие Частицы Из-под полотен Это Продлит Срок службы Ваших инструментов При смазке Ножниц Масло Необходимо Наносить Не только На винтовое Соединение По одной капельке С каждой Сторон Но и на Так называемые Пяточки При работе Эти места Подвергаются Наибольшим Нагрузкам В-пятых Регулярно Следите За натяжением Полотен Пережатые Полотна Это Быстрая Усталость Рук Плюс Трение Металла Повышенный Износ И как следствие Быстрое Затупление Режущих Кромок Ослабленные Полотна Все то же Самое Что и Пережатые Но только Еще Страдает И винтовое Соединение В-шестых Если вы Кому-либо Передаете Ножницы То помните Передают Ножницы В закрытом Состоянии Кольцами Вперед Хорошие Профессиональные Ножницы Довольно Недешевый Инструмент Если вы Начинающий Мастер То не стоит Сразу покупать Дорогие Ножницы Потому как Велика Вероятность Того Что вы Их Уроните Или еще Что-либо С ними Сотворите Не рискуйте Но это И не означает Что вы Должны Использовать Дешевый И низкопробный Инструмент Выбираете Такую модель Которая Финансово Вас не обременит А также Привнесет Вашу работу Комфорт Удобство И подарит Свободу Творчества В идеале У мастеров В арсенале Должны быть Разные Варианты Ножниц По форме Размеру Виду Заточки А все потому Что универсальных Ножниц Нет Одними Удобно работать В технике Слайсинг А другими Выполнять Четкие Прямые срезы Ну и так далее Сколько их будет У вас И какими Они будут Все зависит От вас Вашего Мастерства И ваших Предпочтений Это пожалуй Все что я хотел Рассказать вам О ножницах Выбор за вами Удачи А на этом Наше с вами Занятие завершено Будьте Как всегда Успешны И востребованы До свидания Я хочу Обратить Внимание Молодых Начинающих Мастеров На то что Термины Применяемые К ножницам Скажем так В кавычках Гуляющие Ну Один из примеров Пробороздив Разные источники Информации Можно столкнуться С тем Что Одни и те же Технические Характеристики По разному Называются Ну Взять Хотя бы Вид заточки Она же Конвекс Она же Конвексная И она же Конвекционная При этом Хочу Обратить Внимание На то что Источники Информации Достаточно Авторитетные И поэтому В такие моменты Возникает Какая то такая Каша В голове Сложно Определиться С тем Да как же Правильно Назвать Или обозвать Я уж извиняюсь За это выражение Обозвать Этот вид Заточек Кто прав Кто виноват И в итоге Все это Начинает Походить На Не четко Закрепленные Технические Термины А на Какие то Сленговые Понятия Причем В некоторых Случаях Не всегда Логичные Или понятные Ну Так уж Получилось Что вот На сегодняшний День Нет Четко Закрепленных Терминов Отсюда Споры Непонимания Одним словом Полный Бардак Это печалит Конечно Но Что есть То есть Посему Нам Ну Ничего не остается Как просто Уметь Уловить И понять Саму суть Темы Механизма Или процесса Отбросив В сторону Все неопределенные И плавающие Понятия Механизма Механизма Механизма